Добрый день, дорогие друзья! Сегодня тема нашей лекции посвящена характеристике зарубежной историографии по истории Казахстана. И начать хотелось бы с того, что большая часть письменных источников, написанная по древней средневековой истории, она написана нашими соседями, китайцами, арабами, персами, русскими исследователями. Но сегодня мы поговорим о второй части зарубежной историографии, именно о западной, о европейской или, если можно сказать, англо-американской историографии истории Казахстана. Вообще интерес к региону, он проявился очень давно, и постепенно как бы накопление знаний о нем нашло отражение в целом ряде источников, написанных практически на всех европейских языках, и на английском, немецком, французском. И, безусловно, Казахстан всегда понимался, ну так, если можно сказать, конечно, всегда, как часть такого моста, который объединяет различные цивилизации, различные образы жизни, различные части света и так далее. И при этом, как бы, мы не должны забывать, что территория нашей страны в разное время являлась частью больших государств. Это в определенные периоды был тюркский, значит, объединение, затем монгольское, потом, собственно, российско-имперское. И далее, это, кстати, достаточно долгое время мы существовали в рамках Советского Союза. Поэтому вот специфика нашего существования в рамках тех или иных государств и постепенный процесс обретения независимости, он определил, как нашу специфику, нашей собственной истории, так и, безусловно, восприятие нас и то, как это восприятие было отрефлексировано в зарубежных источниках. И, начиная, так сказать, характеристику зарубежной историографии, хотелось бы выделить ключевые моменты, которые, так сказать, может быть, наиболее полно помогут понять, в чем же специфика и особенности этой зарубежной историографии. Но, во-первых, хотелось бы сказать, что наш регион как бы открывался периодически. Через разные промежутки времени наступало вновь новое и новое открытие. Чем это было связано? Целым рядом причин. И, наверное, первое открытие, так называемый первый информационный прорыв, когда впервые Восток встретился с Западом, это, безусловно, были походы Александра Македонского в губь Средней Азии, когда, построив город Александрию Схату и вернувшись обратно, войска Александра Македонского принесли с собой знания, информацию о племенах, народах, особенностях жизни региона, который вот сегодня мы именуем как Средняя Азия. А примерно в это же время с Востока на Запад двигался человек, имя которого Джан Цянь, который 25 лет находился в плену у гуннов, но по счастливой судьбе он сумел вернуться на родину и, вернувшись, написал записку о западном крае. Таким образом, впервые Запад и Восток узнали друг о друге. И вот с этого момента мы можем говорить, что начался такой длительный путь постижения друг друга. Затем наступил длительный период относительной тишины. И новое открытие наступило после монгольского нашествия, когда крупнейшие политические деятели, миссионерские кампании были предприняты для того, чтобы разузнать, познакомиться с уникальным государством, а попасть в него можно было только через степи Казахстана. И поэтому путешествие Гильема Рубрука, Плана Карпини, Марка Пола и многие другие травилоги, как сегодня они именуются в литературе, они оставили для нас уникальную информацию о племенах, о расселении, о образе жизни, о культуре, обычаях, религии и многих других аспектах жизни тогдашних насельников древнего Казахстана. В общем-то, надо сказать, что причины этих путешествий были разные. Вот стремление разведать иные земли, узнать, где расположены те самые мифические россыпи золота и драгоценностей, усилить или изменить каким-то образом религиозную ситуацию в Казахстане. Все эти причины были в основе этих длительных путешествий. И, конечно, с XVIII века наступила новая волна, как бы опять нас открыли уже после того, как Россия начинает активно продвигаться на восток после Петровских реформ. Затем опять наступает какое-то, ну, некоторое, что ли, затишье. И, как я уже сказала, на всех этих этапах, как правило, нас воспринимали частью какого-то иного целого. И только в 90-е годы с обретением независимости и с началом, так сказать, новых исследовательских направлений, среди которых можно обозначить региональные исследования, Казахстан становится самостоятельным субъектом, скажем так, исследовательского поля. Уже не как часть того или иного государства, а как само по себе. Вот, наверное, это первая такая специфика нашего восприятия и то, как оно отрефлексировано в источниках, почему периодически этих источников становилось то больше, то они вообще исчезали. Второй момент, на котором хотелось бы остановиться, это, конечно, то, что, как можно классифицировать всех этих исследователей, пишущих о нас и которых мы относим как бы к западному миру. Ну, прежде всего, конечно, мы можем говорить о чиновниках колониальной администрации, конечно, Великобритании, долгое время работавших в британских колониях и по возвращении занявшихся изучением так называемых стран Востока. Вот такое выделение группы, оно в определенной степени условно, как, в общем-то, и другие три, о которых мы сейчас поговорим, но они имеют, безусловно, свою специфику. И к первой группе мы можем отнести, значит, Джеффри Уиллера, Олафа Кэроу, Александра Беннингсона, то есть тех людей, которые, в общем-то, заложили основы и дали наиболее полные сведения о нас для западного читателя. Вторая группа, которую можно выделить, она достаточно уникальна, потому что она как бы является причиной в определенном смысле пробуждения интереса к нашему региону. Эта группа представлена тюрками-эмигрантами в основном с территории тогдашней Российской империи и сопредельных стран. И, конечно, вот в этом перечне имен, наверное, в первую очередь мы должны назвать Мустафу Шакая, потому что в целом рядом исследователей он признается как основоположник советологического среднеазиаведения, так как в 28-м году вышла его работа «Туркестан под властью советов» как реакция на большую работу французских авторов, посетивших Советский Союз и давших достаточно позитивное восприятие советских национальных регионов. Вот Мустафа Шакая выступает в данном случае еще и как один из основателей теории советского колониализма. Поэтому вот в этой второй группе исследователей, тюрков-эмигрантов, начиная с Мустафы Шакая, мы можем назвать еще целый ряд авторов. Это, безусловно, Баймурзу Хаита, Валиди Тагана, Ахмеда Халифа Алтая, Хосена Аралтая и многих других. То есть эта группа уникальна тем, что многие из них писали в том числе и на тюркских языках, и на европейских языках, и на русском языке, и литература, созданная ими, сегодня очень востребована и является предметом пристального изучения, в том числе отечественной историографии. Конечно, третья группа — это такая большая очень группа исследователей, которые тоже в основном иммигранты, или это люди, которые являются потомками иммигрантов, обосновавшихся, как правило, в Соединенных Штатах Америки. Среди них большое число было и востоковедов, тюркологов, занимавшихся изучением различных регионов пространства Евразии. И нынешнее поколение среднеазиаведов, оно во многом сформировано вот именно этой группой. Причем, значит, под влиянием их концепции, их методологии, среди них немало было выходцев из Советского Союза, родившихся даже в период, допустим, Российской империи, как Майкл Рывкин, или родившихся уже в Советском Союзе и затем вынужденных эмигрировать. Поэтому, ну, уникальная судьба, конечно, Юрия Брегеля в этом списке. Это уникальный человек, который является ветераном Второй мировой войны и блестяще образованный востоковед, гордость вообще востоковедной науки Советского Союза. В 70-е годы он эмигрировал в Израиль, затем в Соединенные Штаты. И, безусловно, я думаю, что современное востоковедение, американское, оно очень обязано Юрию Брегелю по целому ряду оснований, в том числе потому, что немало усилий он приложил по созданию источниковой базы изучения Центрально-Азиатского региона. Именно им издана библиография ислама. Это уникальное совершенно издание, которое собрало в себе практически все труды, написанные об исламе в любой точке земного шара. Библиографический сборник был издан в 90-е годы. И так далее. То есть это такая плеяда ученых, действительно фундаментально образованных. И среди них мы можем назвать Еленка Рерденкос, Уильяма Коллардса, Ричарда Пайпса, Николая Поппы и многих-многих других. Современные зарубежные специалисты, они являются последователями, вот как мы уже сказали, этой школы. И, безусловно, так как эта группа очень большая, то они сами являются часто основателями новых исторических школ. Среди этого поколения мы можем выделить тех, кто родился до или после Второй мировой войны, а затем тех, кто родился после Холодной войны. Поэтому внутри этой четвертой группы мы тоже выделяем как бы целую, уже прям поколение. И к первой группе так называемых патриархов, это Элизабет Бекон, это Олвард. Вторая группа представлена Мартой Брилл-Олкот, Ширина Киннер, Биллом Фирманом, Грегори Глиссоном. Третье поколение представлено такими авторами, как Микаэла Поль, Эдвард Шац, Пхавна Дэви, Джон Шоберлайн, Вирджиния Мартин, Никола Пианчоло, Александр Моррисон, Беатричи Пинати, Паулина Майклс, Стивен Барнес и так далее. Я боюсь кого-то пропустить, но хочу остановиться особенно на этой группе, потому что это, во-первых, среди них очень много историков. То есть если раньше это были в основном политологи, антропологи, социологи, то теперь это в основном историки, что очень радует. Во-вторых, у них отсутствует память жанра о Советском Союзе как оси зла. В них нет вот этих негативных каких-то ассоциаций изначально, скажем так, присущих. Затем они все не просто посещают регион, многие из них работают в регионе постоянно в рамках программ академической мобильности, приглашенных профессоров, ведущих вузах нашей страны, Назарбаев университете, казну имени Альфа-Рабей, яну имени Ильфа Николаевича Гумилева и так далее. И создают труды с новейших научно-теоретических подходов, являются в определенном смысле эталоном для, так сказать, подражания, так если можно сказать. Вот, это как бы четыре группы исследователей, которые характеризуют зарубежную западную историографию. Третья, как бы, или отсюда как бы исходит еще одна характеристика современной зарубежной историографии, то, что никому не секрет, что 90% научной информации сегодня публикуется на английском языке. Так вот, большая часть, так скажем, исследователей, да, понимается под современной зарубежной историографией, как правило, понимается комплекс трудов, созданных представителями различных стран. Вот Великобритания, Канады, Соединенных Штатов, Израиля, Японии, Китая, многих других стран. Но, как правило, авторы эти закончили либо европейские, либо американские академические образовательные научные учреждения. Они защитили там, получили академические степени. Они пишут свои труды в традициях, так сказать, европейского историописания. И это их объединяет, безусловно. И вносит определенную специфику в эту характеристику. Потому что, например, сегодня для нашего научного пространства публикация работ на английском языке является очень востребованной. И каждый из современных исследователей Центральной Азии стремится, я имею в виду отечественных, публиковаться на английском языке, чтобы войти в это общемировое пространство исследователей Центральной Азии. Еще одна характеристика зарубежной историографии, она сводится к тому, что время от времени появлялись люди, которые формировали и были настолько убедительны в своих тезисах и положениях, что их подходы стали доминирующими и в определенном смысле внесли некие стереотипы или штампы восприятия региона. Но мы можем сказать, что в XVI веке таким автором был француз Молинвиль де Бартелеми. И его восточная библиотека предложила западному читателю взгляд на Азию. В XIX веке таким автором стал Армени Вамбери. Его путешествие по Средней Азии сформировало некий единый информационный поток, в рамках которого многие авторы пишут и сегодня. В XX веке такими образцами стали Беннинсен, Олкотт. И мало кто рисковал критиковать эти работы и давать им научную критику. Может быть, только Юрий Брегель был столь отважен и дал очень глубокую научную критику работам, например, Марты Брилл, Олкотт. Следующая характеристика – это, безусловно, очень разветвленная академическая ресурсная сеть, которая существует в зарубежной исторической науке. Сюда мы относим, безусловно, библиотечные фонды, архивы, научно-исследовательские центры, университеты, научные журналы и ассоциации. И что хочется отметить, что помимо традиционных центров, которые как бы на слуху у многих, мы сегодня можем говорить о целом ряде научно-исследовательских центров по изучению нашего региона, например, в Японии, в Саппоро, в университете Хоккайдо. Существуют центры славянских исследований. Пусть вас не смущает слово «славянских», это такая дань, возможно, традиции. Под этим названием центр существует очень давно, но изучает он не только Россию, но все сопредельные страны и страны бывшего СССР. И такие авторы, как Мацузата Кимитака, как Уямата Махика, Нацука Ока и многие другие являют нам примером японского взгляда на то, что происходит в нашем регионе. Наши исследователи также стажируются в этом центре, например, Гульмира Салежана Султангалеева или российские ученые, увы, уже ушедшие, Анатолий Ремнев. Другим примером может стать Индия, город Калькутта, где находится Институт азиатских исследований Маулана Абулкала Мазада. И целый ряд авторов, таких как Гарри Васудыван, как Сучандана Четтержи, как Анита Сингупта, представляют собой такое индийское крыло современной зарубежной стереографии. Конечно, можно говорить о совершенно уникальных ассоциациях исследователей Центральной Азии. На сегодняшний день их можно выделить две. Это объединение европейских ученых, специализирующихся на изучении Центральной Азиатского региона, и так называемый ЭСКАС. И ЦЭС – это американская ассоциация. Но членами этих ассоциаций являются буквально любые граждане всех стран мира, в том числе и Казахстана. Конечно, мы можем сказать, что на развитие зарубежной историографии, как бы следующая характеристика, существенно повлияла так называемая архивная революция 90-х. После распада Советского Союза, после обретения независимости, когда доступ в архивы стал практически свободный, конечно, и возможность приехать в страны бывшего Советского Союза тоже стала реальностью, конечно, открыла новые перспективы перед зарубежной историографией. Хотелось бы сказать, что большая часть работ, которая создается, вернее, создавалась в советское время, она была посвящена в той или иной степени либо этнической проблематике, либо религиозной. Ну, это, с одной стороны, абсолютно понятно. С другой стороны, вот этот вот взгляд сквозь этнический лорнет на нашу историю, он продолжает оставаться ведущим. И социально-демографическая ситуация в республике, проблемы миграции, языковая политика, особенности нация строительства, процессы индигенизации. Вот все то, что, значит, сегодня происходит, и мы с вами, чему являемся свидетелями, значит, дается анализ в трудах современных политологов, антропологов, социологов. Историки же, безусловно, их интересуют совершенно иные темы. И мне хотелось бы отметить, допустим, уникальный совершенно взгляд Паулины Майклс на проблему развития традиционной медицины. Допустим, Беатри Чапинати, итальянская исследовательница, которая занимается изучением проблем землепользования, земельного кадастра в Центральной Азии. Александр Моррисон, который изучает вопросы, связанные с Туркистанским краем, с целым рядом вопросов вхождения региона в состав Российской империи. Вирджиния Мартин является ведущим специалистом по изучению системы обычного права казахов. Причем интересно, что она сосредотачивает свое внимание именно на изучении степного права казахов среднего жуза. То есть это такая очень большая работа, очень кропотливая, требующая большого периода времени работы в архиве. И вот хотелось бы сказать, что две большие конференции, по которой проводились ЭСКОС и ЦЭС последние два года на базе Назарбаев университета, они имели такое интересное окончание. То есть когда заканчивалась конференция, все западные исследователи вместе с отечественными, они практически массово выезжали в Алма-Ату и работали в нашем Центральном государственном архиве, где кропотливый сбор и работа над источниками продолжается уже в течение большого периода. Надо отметить, что, конечно, сегодня Центральный государственный архив Казахстана представляет собой уникальные архивные фонды. И, в принципе, в рамках двух программ «Культурное наследие» и «Народ в потоке истории» собраны, систематизированы, отмикрофильмированы, ксерокопированы и все другие виды перезаписи информации сохранились, и мы имеем уникальную возможность работы с этими архивами. Ну и, как бы, заканчивая наш разговор, хотелось бы сказать, конечно, что сегодня, благодаря тем наработкам, которые существуют в зарубежной историографии, особенно в плане, вот как я уже сказала, источниковического анализа и в плане теоретико-методологических обоснований, мы можем сказать, что Казахстан получил большой такой вот, скажем так, шанс на то, чтобы историческая наука активно развивалась. И, например, те теории, которые сегодня стали нам известны благодаря целому ряду либо конкретных людей, либо проектов. Среди таких больших проектов нужно отметить проект «Ресет», который был организован Институтом открытого общества и был посвящен как бы улучшению методов преподавания гуманитарных дисциплин, в том числе истории. Вот два года работал большой проект под руководством академического лидера Камалова Аблетка Юмовича, в котором были задействованы все ведущие исследователи Центральной Азии. Это Лейденский университет, Тураша Табаки и Зифа Алуа Муратовна Уэзова. Это университет Висконсина, Мэриан Кэмпс и Йота, с этим вот уникальным взглядом на гендерную историю и на изучение женщин Узбекистана. Безусловно, это Паулина Майклс, уже неоднократно упомянутая в наших работах и так далее. То есть это была уникальная возможность при финансовой поддержке западных академических и различных других центров дать познакомить специалистов из региона с новейшими наработками научно-теоретическими, исследовательскими, методическими и в том числе преподавательскими методами. Таким образом, сегодня мы наблюдаем уникальную ситуацию, что если раньше мы были разделены, и нам казалось, что преграда между советской, например, и зарубежной стереографией, она просто, это такая стена, которая никогда не будет преодолима и никогда не будет разрушена из-за идеологических оснований. Сегодня мы имеем возможность не просто встречаться, делиться мнениями, дискутировать, но и работать в совместных проектах, работать на одних кафедрах, на одних факультетах и иметь конкретные планы на будущее. Большое спасибо за внимание.